Всем привет! Видя невероятный успех наших приключений с Машкой по утрам, я решила записать вечернее включение тоже. Во-первых, потому что мы уже переместились на заимку, вот мы находимся в загородном доме. А во-вторых, я сегодня в теплице нашла вербену, которая еще не замерзла, и мы собираемся сделать чай с ней, да, Аля? Да! Аля у нас тоже умеет рассказывать анекдоты, поэтому она с удовольствием расскажет вам анекдот. Да! Какой? Жил один парень, и съел кукушку, начал кукукать. Ку-ку, 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 ку-ку. Мало того, ребята, она не просто рассказывает анекдоты, она их придумывает. Она пошла намного дальше, чем Машка. Поздоровайся с людьми, скажи всем привет, меня зовут Алиса. Всем привет, меня зовут Алиса, я вампир. Она вампир, и ты будешь пить кровь? Да! Мою? Нет! Чью? Нет. Ладно, может мою попить. Вы и так все время пьете мою кровь. Так, ну что, у нас есть вот вербена, видите? Я пошла в свою теплицу, у меня теплица есть, и там растет вербена. Хотя уже был мороз, а она не замерзла, представляете? Я лечу, я лечу! Ты летишь. Так, вот, бери, бери и рассказывай людям анекдот. Вперед. Ну давай. Мы же про акулу. А, акула... Не, я ему лучше расскажу стишок. Расскажи стишок ему. Акула зубата не в моей читата, а спритный умарак весь буквар прочитал. Ну, белый стих. Так, ребята, что вы там мне пишете? Расскажите. Привит свайного миста, кайфовая девочка, смешная, молодец. Ты все про меня, я надеюсь? Я кайфовая девочка? Нет, я! Ты кайфовая девочка? Я! Вы понимаете, что эти конкурентки... Я думала, что у меня только в шоу-бизнесе конкурентки, эти девки, понимаете? Оказывается, у меня дома тоже конкурентки. Что мне делать с этими конкурентками? Скажите, а? Так, ну что, я вам заварила свою вербену. Сейчас поверну. Вот. У нас сейчас будет... Она такая... Она так пахнет. Мы вернулись. У нас разъедился телефон, потому что мы никогда не подзаряжаем телефон. Правда, Алиса? Не подзаряжаю. Она свой подзаряжает всегда, а мама не подзаряжает свой никогда. У нас там Маша, она занимается и готовится, как когда мы концерты. А мы заварили чай, а мы заварили чай, и сейчас пойдем все вместе этот чай... Что делать? Что делать? Говорить! О, Боже! Это она насмотрела вчера мой номер на премии Music Awards. Ну, как это там она называлась эта премия? Вот, и теперь она тоже стала зомби, злой женщиной, да? Покажи, как мама выступала вчера. Я не так выступала. Давай, дай жару. Дай мне heavy metal. Вот так вот. А как головой трусила мама? Так, ребята, я сейчас хочу вам показать, как моя старшая дочка играет на пианино. Она вообще не очень любит это дело, но, как говорится, любишь, не любишь, хочешь никак там, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Идем заставлять ее. Пошли. Смотрите, какой у меня домик с зверюшками. Домик с зверюшками, видели? Видели, видели? А ну. Давайте зверюшку покажем. А кто это там живет, Алиса? Это щенки. Ну, вы именно, покажи их. Это вот эти зверюшки. Покажи, давай, вот так. Так. Что это за зверюшки? Это собачка-щенок. А это котик маленький. Маленький котик. А кто еще там есть? Больше никого. А, то есть у них нормальная семья, где живет два человека, да? Человека? Ой. Двое зверей. А что, они кто друг к другу? Они. Ну, муж и жена. Они друзья. А, друзья. А они мальчик и мальчик или девочка и девочка? Девочка и мальчик. То есть, Алиса еще маленькая и не знает, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Ну, она об этом когда-нибудь обязательно узнает. Но не сейчас. Что? Я с дружу одним мальчиком. Да ты что? О, боже, что за поворот? Расскажи, что это за мальчик. Это его зовут Давид Леша. Так, Давид или Леша? Ну, Давид и Леша у меня в мою... Их двое? Да. А, ха-ха-ха-ха-ха. А еще Илья. Вся мамочку. Еще Илья. Еще Илья. Нет, у меня никогда не было с тремя. Ты что? Ну, дети всегда должны идти дальше, чем родители. У меня миллион друзей. Миллион друзей и все они пацаны? Нет, все они девочки и пацаны. Вот так вот, ребята, научитесь заводить друзей тоже. Идем снимать, как играет наша Маша. Пошли. Идем в дверюшки. Я вам покажу свой дом. Вот такой у меня камин. Вот такой у меня холодильник. Вот это мы идем. Мы идем, поднимаемся по ступенькам. Вам нравится мой дом? Я. Наверх. Вот. Сколько ей лет? Ей пять. Вот такие у меня кони. Кони! Вы слышите эти невероятные звуки? Вы слышите эти божественные звуки? Это играет моя старшая. Это играет моя старшая. Боже, какой баром, да. Да. Вы не знали, как жить, когда у тебя двое детей? Я сейчас покажу. Я совсем выдохлась. Выдохлась? Да. Это три тяжелой книжки. А кто это все раскидал, Алиса? Нет, это Маша. Кто это раскидал? Это Маша. Она. Это Маша. Так кто же раскидал? Это Маша. Алиса. Алиса. Понимаете, никто никогда не узнает правду, кто раскидал все эти игрушки. Это Маша. Хорошо, второй вопрос, девочки. Кто все это будет собирать? Маша. Она. Алиса. А Маша. Алиса. Маша. Алиса. Алиса. Маша. Алиса. 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 Понимаете, да? Они будут орать весь вечер, но никто из них ничего не уберет. Поэтому мы все это бросаем, все пусть лежит. А Маша у нас к чему? К отдыху. К отдыху? Да. Всех интересовала твоя Майка сегодня. Почитайте. Это настоящая фанатка своей мамы. Потому что что она делает? Кому хочу, тому и лайкаю. Лайк. Давай, иди. А я кому хочу, тому и играю. Давай. Вперед. Маша, ты трогала Майка, погибла. Играй. Пока они там прекрасненько остались вдвоем. Куда ты смотришь? Играй в ноты. Я попытаюсь от них свалить. Ах, кроватка, тишина. Ах, кроватка, тишина. Закрываю двери и говорю всем спокойной ночи. Потому что мне пора этих коз ложить спать. Всем пока. Завтра утром встречаемся на утреннем кофе. Я вам что-нибудь покажу интересное. Завтра утром встречаемся на утреннем кофе. Пока.